В смысле передачи реновации новостройки москвы мы с вами на втором карашовском проезде вот ну проезд в принципе не очень большой и на нем всего четыре жилых дома и из этих четырех жилых домов три пятиэтажки и соответственно один 16 этажный дом вот и соответственно из этих трех пятиэтажек только одна пятиэтажка попала в реновацию вот и сейчас мы ее посмотрим по номерам 7а как бы нам к ней подойти вот она там появился уже за была база вачной магазин раньше был от этой базы полдовачная красная пресня вот эта база народ тут прям ходит косяками покупает тут отоваривается тот опта можно купить и в розницу но это тоже вот небольшая такая как бы промзона здесь и но она как такового названия принципе не имеет вроде так небольшая ну тут и дом строительный комбинат дск-1 и соответственно красная пресня тоже вот вот но вот этот вот единственный дом семья на втором карашовском проезде пятиэтажка кирпичная 59 года постройки который попал вот как раз в реновацию вот это все офисные здания так что это не жилые дома но там еще есть два жилых дома кстати вот 7b следующий дом вот за этим он кстати в реновацию что-то не попал вот хотя принципе он точно такой же ну по сути копия вот один к одному буквально там на год попозже был построен в шестьдесятом году то есть от 59 семьи а 7b в шестьдесятом буквально сразу сначала семья построили а потом следом 7b вот и все но видите семья попал а точно такой всем бы жители проголосовали против вот видите так тоже бывает эти тут специально закрыли чтобы не ходили с этой овощи базы не знаю откуда можно зайти на эти дома может быть даже с другой стороны все доход не знаю отсюда можно пройти нет сейчас посмотрим ну да вроде отсюда можно пройти вот сейчас мы более так наглядно посмотрим вот он дом тут во всей красоте семья ну и соответственно за ним следующий 7b и вот этот попал вот этот домик да все где а вот тот не попал вот так 7b такая ситуация ведь какие-то дворы детская площадка вообще конечно же здесь не очень комфортно мягко говоря потому что здесь бы раньше была автобаза при вот это вот плодообачной базе красной пресни ну в общем это соответственно автобаза она обеспечил транспортом в основном грузовым ну перевозки да для вот этой вот собственно плодообачной базы но сейчас здесь просто автотех центр вот какой-то находится не помню даже как называется но это не суть важно вот так вот а там то есть там красная пресня а там dsk-1 видите то есть утром ну можно сказать эти дома не прям зажата между вот этими разными организациями как говорится поэтому даже несколько странно как это дом он не всем был не проголосовал за реноваться очень странно но факт вот там dsk-1 ну и там подальше треть еще хорошевский проезд проходит улица розанова ну и туда дальше можно уже до беговой дать и до метро беговая все а это вот у нас соответственно все dsk-1 видите как он прям буквально зажат везде и так на один проход всего да это получается с этого дома все и дальше никуда не проехать не пройти такие дела ну все и вообще на всех хорошевских проездах на трех да только вот один дом всего попал в реновацию как раз по этому второму хорошевскому проезду дом 7 а все все остальные дома больше не попали вот ну и как мы видим тут реновации близко не началась и даже пока не планирует начинаться ну знаете ради одного дома вот тут естественно вести застройку как-то особого смысла не имеет тем более тут все зажато на что дает надо как все сносить хотя бы части всего этого до застройка в общем-то не выгодно все это делать поэтому пока все это стоит вот в таком виде ну а дальше будем уж конечно здесь за развитием событий